Транспортная доступность традиционно относится к тем вопросам, которые больше всего волнуют жителей Камчатки. Это и понятно, поскольку безальтернативным видом связи с полуостровом является авиация, а на самом полуострове, к сожалению, дороги очень далеки от того состояния, которое мы бы все хотели видеть. Большую поддержку Виталий Геннадьевич Савельев выразил по всем вопросам, которые с ним обсуждали. Первое и главное — это развитие аэропортовой инфраструктуры. Здесь мы сосредоточились на обсуждении перспектив капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в Теричиках. Теричики — это хаб, который обеспечивает доступ ко всем северам, всем северным районам. К сожалению, полоса находится сейчас не в самом лучшем состоянии, и в результате, очень часто размокая, она ограничивает транспортную доступность, и жители вынуждены банально целыми неделями иногда сидеть, ожидая хорошую погоду. В ближайшее время должна быть согласована включение реконструкции капитального ремонта взлетно-посадочной полосы на действующем месте в поселке Корф для того, чтобы расширить погодные условия полетов. Помимо этого, Виталий Геннадьевич поддержал создание топливозаправочного комплекса и ремонт полосы в Никольском на Командора, где также все завязано на авиационную связанность. И хочу напомнить, что в этом году будет поставлено радиолокационное оборудование в аэропорту Озерновского, и тоже мы сможем гораздо больше летать самолетами, что дешевле и более быстро по сравнению с вертолетным видом транспорта. Второе направление также в продолжении авиационной темы касалось снижения требований к аэропортам низкой интенсивности. К сожалению, сейчас очень высокие требования предъявляются, которые касаются и оборудования, такие как патрульные дорожки, специализированные досмотровые оборудования, задействование отдельного сертифицированного персонала службы авиационной безопасности, которые по факту делают перелеты на соответствующие аэродромы невыгодными. Получается, что дешевле лететь вертолетом, садиться на необорудованные площадки в поле, и чем пользоваться услугами имеющимися аэропорта. Жители отдаленных районов очень часто на этот вопрос жалуются. По моему предложению была сформирована комиссия Минтрансом России, рабочая группа, которая уже вносит сейчас в правительство сокращение требований к аэропортам малой интенсивности полетов, которые позволят существенно больше их задействовать, снизить аэропортовые сборы, а значит и сократить стоимость авиабилетов для жителей. Также затронули мы морской транспорт. Здесь, понимая перспективы Петропавловска-Камчатского как хаба транспортного, мы договорились о том, что в ближайшие годы будут включены в программу развития морского транспорта строительство буксиров. Сейчас крупные суда, такие как Лехтеровоз, Севморпуть, мы вынуждены буксировать, обращаясь за помощью к Министерству обороны, потому что только у них есть буксирование необходимой мощности. Конечно, понимая стратегические перспективы развития морского транспорта и перевозок по Северному морскому пути, это будет серьезным инфраструктурным ограничением, и в ближайшие годы нам совместными усилиями предстоит решить этот вопрос. Ну и, наконец, также обсудили ход реализации инвестиционного проекта по строительству нового аэропортового комплекса в Елизово, нашего главного аэропорта. Там уже развернута строительная площадка, инвестор вовсю реализует уже строительные работы, но не до конца решен вопрос, связанный с подъездной дорогой. Достаточно крупный объект стоимостью 1 миллиард рублей. Также по решению министра с его поддержкой должен быть сейчас нанесен на правительство для итогового одобрения финансирования, начиная уже с этого 2021 года. В целом я хочу отметить, что команда Минтранса России, лично Виталий Геннадьевич Савельев, очень глубоко включен в проблематику таких особых регионов, как Камчатка, и очень приятно, что большое внимание уделяется транспортно-удаленным, хоть и с малой численностью регионам. Уверен, что с такой поддержкой мы сможем наболевшие многие годы зреющие вопросы транспортной недоступности полуострова решить.